Я Койот Питерсон, это Безумный Фил. Солнце движется вниз и сегодня мы направимся в пустыню, чтобы найти летучих мышей. Друзья, хочу рассказать вам об инновационном сервисе для изучения английского языка RioLang. Его работа, подобно службе такси Uber, такого еще не было. Уроки от 10 минут. Начать можно в любое время, где и когда вам удобно. Возможность учить язык с профессиональными преподавателями через мобильное приложение или через сайт. Все максимально просто, никаких обязательств. Появилась свободная минута, потратить ее на пользу. По специальному промокоду HUMO15 вы можете получить 15 долларов для использования на RioLang.ru. Ссылочку на сайт оставлю в описании. Днем в пустыне просто невыносимая жара, и большая часть живности прячется под землей, вне поля зрения. Как правило, лучшая возможность увидеть животных – это ночью. Сегодня вечером я с командой направились в пустыню со специалистом по дикой природе Филиппо Маракоци. Он известен как Безумный Фил, который разбирается в животных. Он поможет нам найти одного из самых совершенных ночных хищников ночи, которые будут прятаться там, где вы не ждете. Фил, мы приближаемся к мосту. Это не то, чего я ждал во время поисков летучих мышей. Расскажи, почему мы ищем здесь? Ну, потому что здесь, в пустынной местности, у нас нет гор с множеством пещер. И, к счастью, когда люди что-то строят, это становится местом обитания летучих мышей. У вас на заднем дворе могут жить 5-10 летучих мышей, а под мостом могут поместиться несколько тысяч. Окей, давай посмотрим, сможем ли мы найти несколько тысяч летучих мышей. Итак, где же они прячутся? Посмотри в щель здесь. Тут они чувствуют в безопасности себя на протяжении дня, поскольку никто не может добраться до них. Как же жутко выглядит! Это мексиканский сквачатагуб. Эти мыши могут переносить бешенство? Все мыши могут, но этот мексиканский вид насчитывает не так много случаев. Значит, мне не стоит беспокоиться, что эти ребята набросятся на мое лицо и начнут кусать меня. Нет, тебе не стоит. Просто слышал, у них не очень хорошая репутация, многие люди боятся их, но для меня они довольно миленькие, не понимаю, как их можно бояться. Ты говоришь, что сможешь поймать одну, чтобы заснять на камеру? Да, но они довольно хрупкие, поэтому вы должны знать, что вы делаете. Да. И сейчас отличное время сделать это. Если получится зацепить ее, то должно все получиться. И лучше работать вдвоем, если ты будешь светить туда, и осторожно они могут испражняться тебе в глаза. Да, не хотелось бы. Буду стоять здесь, и надеюсь, на меня ничего не попадет. Попробую достать одного здесь. Поймал. Поймал одного. Посмотрите на этого малыша. Он не кусает тебя? Нет, очень важно знать, как правильно их держать и не быть укушенным. Нужно держать аккуратно, но в то же время не забывать, что он может извернуться и улететь. Вау, посмотрите на его крылья. Это его рука. Значит, это его рука, и это маленькие растянутые пальцы, правильно? Да, вот его локоть. И это его рука. Это большой палец. И у него есть пальцы, как у нас. Один здесь, один здесь, один здесь и один здесь. И когда он открывает крылья, у него видно длинный мизинец. Так, это в конце мизинец? Да, последний здесь, с краю. Вау. Я упомянул, что это склад шатагуб. У них есть хвост. Этот маленький кусочек кожи называется урупатагиум. Это странное слово обозначает кожу между ногой и хвостом. У него также есть хрящевые кольца, которые идут вокруг позвонков, и у него есть мышцы. Таким образом, он может подтянуть и растянуть вот здесь. То есть, он может делать свой хвост коротким или длинным. Хвост ему помогает разворачиваться в воздухе. И этим мешочком он ловит насекомых. Да, он раскрывает его, хватает насекомых, вытягивает его ножками, бросает его в рот, и все это во время полета. Какой же эффективный хищник. Филл показал мне, как ловить этих летучих мышей, и теперь моя очередь попробовать поймать их. Рыбалка на летучих мышей, назовем это так. Ты должен завести за них и потом тянуть вниз. Ты почувствуешь, если их зацепил. Близко. Почти. Ты понял как? Ты понял? Я захватил две и немного не ожидал. Они обе появились, и одна из них пролетела прямо под ногой Марка. Упустил. Ловля летучих мышей это непросто. По-моему, у тебя какие-то испражнения на линзе. Взял одну. Взял. Взял. Не кусай, не кусай, не кусай. Да. Посмотрите на этого малыша. Заняло всего 10 попыток, но вот он, мексиканский складчатогуб. Маленькая мышка с крыльями. Но бог ты мой, вы когда-либо видели такую милую маленькую тварь? Посмотрите на эти крылья. Вот это да. Кожа на их крыльях похожа на настоящий тонкий латекс. Невероятно. И посмотрите на эти вены, которые проходят через крылья. Боже ж, я никогда не ловил летучих мышей до этого. Первый раз для меня. Как лучше всего его отпустить, если я отпущу, он полетит? Лучше всего закрыть ему крылья и позволить его ножкам зацепиться за твой палец. И затем, когда ты отпустишь его, он будет готов к полету. Я думаю, он готов. Чтобы улететь в ночь. Фил, безмерно тебе благодарен за то, что показал нам, как увидеть этих летучих мышей. Для меня это первый раз и прямо под мостом. Как можно тебя найти и узнать, чем ты занимаешься? wildmanfiel.com Зацените, чем занимается Фил. Я Койот Питерсон. Будьте смелыми. Оставайтесь дикими. До встречи на следующих приключениях. Если вам понравился данный эпизод, то не забудьте подписаться на канал Хьюма Раша и включить колокольчик, чтобы не пропускать новых эпизодов с Койотом Питерсоном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова This episode of Breaking Trail was brought to you by the Buy Power Card from Capital One. Every purchase brings you closer to a new Chevrolet, Buick, GMC, or Cadillac vehicle. Субтитры сделал DimaTorzok